Сегодня у нас 17.11.2015 года. А когда освободился, был реабилитирован, политзапрещен, тогда вышел другой закон. Вчера я у Хромова был нашел, директор РТИ, а он же БАИ работает. Он много помогал лодками, у нас 4 лодки, шланги, а ваши сосуды были круглые такие, я называю все реки. У меня в них хранятся отходы для голубей. А я уж не помню, что за эти реки. Там был какой-то желток или что-то в них было. Картонные такие, бумажные. Для меня это очень полезно. Это с 1997 года я уже здесь. Так а вы здесь живете сейчас? Заходите. Да, он в том доме. Здесь живете? Нет, живу вот в том, в второй доме. А это я привез в деревню мы строим где-то, и там бобры появились. Бобры, да. А нам интересно так. А здесь кто-то жил, да? Вот, вот, спасение на водах было. А, спасение на водах? Ага. И вот когда до дела-то дошло, я подал, то есть как? Я подал в суд. Потому что у меня изъяли самые крупные фонотеки в мире может быть. 50 книг насчитан. И там был насчитан архитолог ГУЛОК. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сейчас, я прошу, спасибо. Алло. Да я знаю, я вот уже встретился, все давай. Жена звонит. Да, я сейчас сказал бы, я даже жду на улице, скажите. Ну да, да, да. Вот. И подал в суд, потому что надо возвращать. А изъяли законно, пленки, начали крутить, вертеть. Но никак не. 11 лет шел в суд. Ага. Тут большую роль мне оказала, вчера я был у Ремневой. Надежда Степановна. Ну знаю. Я ей когда попал это делал, она посмотрит, тут сплошное беззаконие. Вы что делаете-то? И был процент такой. Вот говорила лейтенант, теперь в Новосибирской, ну отдел юстиции там, как бы сказать. Да, да, да. Он посмотрел, нет, в отношении Лапкина здесь придется отменять. Жендорожный район сделали ответчик. Не КГБ, а Жендорожная администрация. И потом перекинули на городскую. То есть у меня два ответчика было. Угу. Ну и дальше уже Верховный суд решает их пользу. Я послал гражданские дела в высшем президиуме не решает. А тут отменили все дела. И по новой начале я процесс выиграл. Ну выиграл там одну двухсотую часть. От того, что они должны были 11 миллиардов. Миллиард, ну те недоминированные. Но и это платить нечего. Я тогда предложил недвижимости. Нам молиться негде. И вот смотрите дальше. Вам наверное известен этот человек. Мэр города. Баварин Николаевич. Да, да, да. Владимир Николаевич. Вот он приехал. Мы стоим прямо напротив этого дома. С той стороны. Вот. Тогда у него был ловщинник. А это Слуцкий. По имуществу. Ну я знаю. Вы знаете. Вот он стоит. Вот мы по рукам ударили с ним. Его даже поцеловались. Он наконец-то. Ну и от него поступило. Вот. Вам видно, нет? Видно. А ну посчитайте, что написал. Так, уважаемый Натти Тихонович. Большим интересом познакомился с материалами, которые вы мне предоставили. В очередной раз приношу к мысли, прихожу к мысли, что заученное знакомство с человеком и его... Погром. Я плохо слышу, но оно... С человеком и его деятельность не всегда отражает реальную... Ээээ... Происхожу... Картину. Картину. Картину происходящего, да. Ваши... Эээ... Простите. Посветительская. Ваша посветительная деятельность, ваш беззаветный труд... Безвозмездный. Туркоповская молодого поколения. Эээ... Чувств патриотизма, любви к родине и ближним. Ваши беседы и... Проповеди. И проповеди. Перед людьми, совершившими... Проступки преступления. Проступки преступления. Достойно уважения. Я сожалею, что решение вашего вопроса... Затянулось. Затянулось. Многие годы. Но... А также времени... Искренне. Искренне рад, что... Крестовозреженство общества. Которое вы возглавляете, теперь будет иметь место... Постоянных встреч и молитв. Постоянных встреч и молитв. Желаю вам... На этом нелегком... На этом нелегком жизненном пути... Пронести свой крест и иметь... Последователей... Которых... Слову... Верных Слову Божию. Божию. Письмо-то какое теплое. Да. Да, да. И потом он приезжал не раз, смотрел. Мы все это переоборудовали. Теперь у нас здесь церковь. Я вам покажу. Пока зайдемте сюда. Да, да, да. Ой... Геннадий Михайлович, вы бы знали... Как мы благодарны вам. Тогда вы помогали... Лагеря, вы знаете, я-то не нуждаюсь в этом. А теперь видите, как все изменилось. Вот посмотрите. За это время у меня вышло из печати 38 книг. Это моя библиотека. Вот эти книги в библиотеке Алтайской. И мы проехали от Владивостока до Листабона. Ударяя везде книги библиотеки. Проехали из Скандинавии, Прибанки, Кутурсию. Мы в 500 с лишним городов проехали, где я подарил по полному комплекту. Это книги особые. Вот я вам решил. То, что... Ну, крайне так. Вот это вот книга. Это 40 лет собирал и материал подарить вам. Вот это как бы... Это вот я покажу ему. Тысерном православии. Здесь на все вопросы, что такое крещение, как уверовать во Христа, для чего жизнь, смысл. И здесь вот священники пишут, ну, как бы, средств нашей истории. Начинается с моей биографии, ну, и дальше как есть. Вот это я иду арестованным. Вот рядом здесь в Краевой суд был, а сейчас тут музей истории искусства. Это меня сопровождает, а цветы летят, встречали. 86-й год. Уже перестройка шла. Да? Да. И вот как шел суд, что говорил, все здесь записано. А какое обвинение-то было? А? Какое обвинение-то было? Ну, обвинение какое? Я насчитал, я на Златоуста Библию, аудио распространил. И архипелаг ГУЛАГ. И брал интервью репрессированных. Угу. А теперь, знаете, материалы гоняются... Времена-то изменились. А это только людей на технике нет. Вот Александр Меня зарубили священника, а у меня с ним беседы. И все это на нашем сайте. Угу. Сейчас, сейчас я вам подарю, как говорится, мою визиточку. Посмотрите, вы тут найдете все. Это вот врач-коровая больница у нас. Эта девушка принимала крещение. Угу. Столько фотографий. Знаете, вот видите, как крещение принимают. Это потеряет кого-то. Строим поселение в Мамдовском районе. Вы строите еще его или построили его? Да кого построили там 10 дворов? У нас, видите, не пить, не курить, не материться нельзя. Не лгать. Да. Я в краевой администрации был. Они говорят, так у нас тут ни одного нету поселился. Да. Статистики. Врем, говорит. А это вот? Это у нас там в лодке парс. Это вот она на местном телевидении работает. Этот человек экономист. Эта девушка приняла крещение. И они идут в этот день для нее праздник. Ага. Ага. Вот. Видите какие? А это вот, ее мать приехала, эту девушку обнимает, что она приняла крещение. Поздравляют. Видите? Вот смотрите. Наша визитка. Мои телефоны. А на обратной стороне, это вот YouTube у меня сайт и форум. На YouTube наших роликов, наших только, около 4000. Ой-ой-ой. Это и лагерь, и ну все абсолютно. Все. Здесь вот эта книга. Теперь самое важное, это вот 30 томов, называется открытым оком. Видите-ка, открытым оком. Я оком, кверху как бы глаза человека поднимаю к небу. Кавычки показывает, как я считать-то надо. Не наоборот. Видите-ка. Это каждая книга 750 страниц. 64 страницы фотографий. Когда же вы это пишете все? А? Когда это вы пишете все? Все уже написано. Я уже оставил. 9 лет я занимался издательством. Больше 30 тысяч часов провел за компьютером. А вот теперь посмотрите. Вот самый важный материал. Просто важный. Вот допустим, мусульмане сейчас знаете. Игил там, бать-бать-бар-деруй. Вот это один том. Я посвящаю Корану. Разбираю его весь. Суры и аяты в сравнении с Библией. Так это все открытым оком. Каждый том. 30 томов. Это разные тома. Все разные. Это все разные книги. Здесь у меня все разные. Вот видите как. Это одиннадцатый том. Касается старобрящества. И вопросы, которые я отвечал в университетах. Я в 5 университетах вел занятия. Три радиопрограммы вел регулярно. Здесь. Да, 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 да. Видите как. Во всех отделах милиции я много лет вел занятия. Во всех воинских частях. Во всех техникумах. Десятка школ. Прокуратура. Тут нет места, где бы я не проповедовал. И какие вопросы мне задавали. Вот на них я отвечаю. Смотрите. Допустим. Это я подарил вчера ремневой. Вот. Я веду занятия в АГТУ. До этого в АГУ вел. Допустим. Я говорю. Я буду отвечать вам. В течение. Допустим. Месяца по житиям святых. А это 12 томов. Жития святых. Это на защите имени. Настольные книги православных были. В течение тысячи лет. И я. Это два тома. Вот седьмой и восьмой. Вот он. Седьмой и восьмой. Ну а это что? 1173 биографии. За 20 столетий. И я отвечаю. Что именно по теме. По вопросу. Из всех этих биографий. Сразу. Вот здесь я отвечаю. 300 поэтов России. За 300 лет. Что сказали по определенной тематике. Это вы знаете сколько здесь. Вот они даже. Эти поэты. Некоторые даже не знают что они были. Вот так. Любого посмотрите. Ну Крылова знаете. Вот. Набоков. Нацен. Эти какие. Фед. Вот. И я отвечаю как. Так. На вопрос. Вот мне задают вопрос. Сейчас я покажу где. Так. Минуточку. Вот. Вот задают вопрос. Я на него отвечаю. И что про это говорит кто здесь. Сергей Михалков. Да. Никита Михалков. И что об этом Библия говорит. Шесть поэтов берут. Дальше второй кто это говорит. Мережковский. И что Библия говорит об этом. По тематике. Теперь что говорит еще один поэт. Здесь кто. Константин Башенкин. Что другой. Так дальше. Жуковский говорит. И. Рассел Гамзатов. И еще один. Это. Михаил Исаковский. То есть. Вопрос из шесть. Ответов. Шесть поэтов. Конкретно стихотворения по тематике. Понимаете что это такое. Хотели бы такое иметь. Держите. Это. Самое главное. Это. Вот. Этот. Трехтонник. Новый Завет. Вторая часть Библии. С полным толкованием. С полным. Это. За две четыре. Иди сюда. Берите. Это. Впервые. Вышел такой. Труд. Это Господь походу. И здесь. Мы раскрасили. Лучшим иллюстратором Библии. Густаво Даре. 240 картин. Ой. Ой. 240 иллюстра. Иллюстрированных. Видите. Они у него черно-белые. Мы сделали его цветным. Да. Вот. Несколько человек. Коллектив целый работал. Прошло. Большое года. Ну. Это. И откуда взято. Какая тематика. Это я все приготовил вам. Дорогой мой подарок. Да ну. Не надо мне это сам. Никак. Как же вы можете это. Да так. Я разбогател чем. Это же. Ну. Это вот полный компет. Это 750 евро стоит. Ну. Я представляю. Ну. Это понятно. Да. Так это еще полцены. Ну. Вы видите какое издание как. Вот эти вот книги видели в библиотеке у Путина. Угу. Я им подарил. Медведеву. Патриарху. Да. Да. Это в Англии. У Датской королевы. Там и везде. В Москве библиотеки Ленина. Парламентской. Исторической. Угу. То есть я поставил задачу. Вот я издал. Тысячу экземпляров. И примерно 900 дарю даром. Угу. Стараюсь найти кто мне добро делал. Во все библиотеки какие то есть. В каждом районе в Алтайском крае. Я удивился когда вы мне позвонили. Думаю ну. Ну как же так. Ну. Ну было. Ну что ж. Теперь это самое. А мы молимся все года о вас. А вы звоните и говорите. Звоню еще. Ну и ищите. Понимаете. Христос сказал блажение. То есть лучше давать чем принимать. Вы мне давали. А я ничего вам не мог дать. У меня пенсия сейчас. 6 тысяч 275 рублей 3 копейки. Мне не давали работать. И 35 лет стажа у меня все. Только вне охраны при милиции. Чтобы все время на глазах был. Такой опасный преступник. Да да. И потом у меня пенсия маленькая. А я ни в чем не нуждаюсь. Да. Видите какое у нас тут. Все надписи. Священного писания. Вот Христос. Помню Господа Иисуса Христа. Рано ему мы исцелились. Вот здесь и Баварин был. И отдел юстиции. Тут кого-то ика не было. Из Америки приезжали. Ой. 44 года я создатель лагеря. Начальник. Беспомощи государства. Тысячи детей подняли. Отдохнули. Лагерь совершенно уникальный. Могут пребывать родители с ними. Встаем в 5 утра. Дети. У нас везде лозунг висит. Россия должна встать. И дети скандируют. Россия это мы. Это все вы найдете там. Когда зайдете там на этот. На наш YouTube. Я вас искал. Вы у меня почти последние. Я нашел всех. И Горшкова вчера нашел. И Хромова. Всех директоров. Кто помогал. Некоторые разорились. Вообще не могу найти. Даже в других городах нашел. Всех отблагодарил. Да вы молодец. За Хабаровска. И там отблагодарил. Где меня запаковывали. И на Кузнецке. Каждая вот эта книга. Она. Чтобы ее напечатать. Это во-первых труд очень большой. Да. Очень большой труд. А вы знаете что стоит. Вот издать вот это вот. Сейчас я пошел. Да. Это около двух миллионов. Только издать четыре книги. Да 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 да. Так у меня тут стихов там моих сколько. 3467 стихотворений. Ой ой ой. Это четыре тома по 800 страниц. Ой ой ой. По 9 куплетов каждое стихотворение. На все темы. Да. Да. Вы еще и стихи пишете. Он писал. Я отрезал в один день. Я занимаюсь сейчас только благовестием. Чтобы такие деньги освоить. Это же целое состояние. Это состояние. Вот нынче смотрите. Мы потеряем. И там пруды запущенные. Решили их. Ну весной это размывают. И как-то сделать сливы надо. И дорога 270 метров. Это страшные деньги. Мне пришлось выложить 440 тысяч. Надать бульдозер. Там разная техника идет где-то. Это за свой счет. У меня ни копейки нет. Вот только подумай что-то помолюсь на завтра звонок. Вы говорили деньги нужны там. С любой страны. Я живу и связь имею с Богом. Да. Вот у меня нужно было первое выкупать тут какая-то книга. Не знаю. Завтра выкупать. А денег нет. Ну что делать. А у меня два священника тут ночевали проездом. Я говорю давайте братья помолимся. Надо книгу выкупать. А денег то нет. Я говорю откуда же я знаю. Да легли спать там. В пол первого звонят. Сакраменто в США. У нас говорит дядя Климент умер. А мы слышали молитва лучше доходит где храм во имя Климента. Я говорю не храм а лагерь Климента Анкирского. Все равно утром мы идем в Вестерный Ньюн уже переслали. Еще один раз. Вот мне нужно было кажется 52 тысячи выкупить. Тогда подешевле маленько были. Сейчас это все миллионные уже. Ну вот я объявил всем. Говорю денег то нету. А деньги уже через день примерно нужны будут. Тут пришли которые люди покупают. Я 10 процентов их продаю. Купили 12 тысяч у меня есть. 62 тысячи надо было. Ровно 50 нету. Звонок. Вы говорили деньги нужны. 40 тысяч возьмете. Я говорю мне 50 нужно. Представьте. Торгуюся. Люди дают это даром без отдачи. Я говорю подождите тут звонок. Открываю. Звонит Песовский Леон Фельмонович. Вы его знали? Да да да. Я вам говорю людей которых вы знаете. Так. Я за вами машину послал. Вот это да. А я не знаю что дальше будет. А я иду у меня тут миндаль растет. Он быстро разлетает. И дня три уже. Я взял три веточки. Отломил в сумку. У меня больше ничего нету. Ну я последний том который до этого был. Я ему все тома привозил. Захожу. Секретарю. Я каждому секретарю. Два секретаря. По веточке я говорю миндаль это символ бессмертия. В библии написано засветет миндаль. Ну зашел к нему. Он в книжку там мою откунулся. И нашел вопрос который его касается. Я сижу в пять-десять минут. Я говорю Владимир Филимонович. Да отстань ты от меня. Тут я как раз нашел ответ. Я говорю я живой перед вами. Могу ответить. Терестань. Секретарь заходит. Владимир Филимонович там полная уже прихожая. А прихожая огромная у него такая. У него день рождения. А у меня только одна веточка осталась. Я ему говорю. А у меня выкупить нет денег. Что же сделать то мне. Гляжу он полез что то там копается. Вот садский по пятерке эти ложек по пять тысяч то. Ну я завернул в карман. Приезжаю домой. Смотрю он меня отвез обратно. Ровно пятьдесят тысяч. Он даже не знал сколько. Как это может быть. Да. Пятьдесят тысяч. Понимаете. И кто главный. Но это главный банкир. Это не просто банкир. Да да да. Это Сбербанк России. Это Бог делает. Он приезжал в Потеряевку у нас. А он тут на снимках есть. Понимаете. Я не могу высказать всей благодарности моему Богу. Я вас искал. Дольше всего. Ревнева. Вчера я ее нашел. А через нее вас она везде звонила. Звонила звонила. Нашла да. Нашла. Ну а дальше уже звонки начались. Ну интересно да. Интересно да. Вы же в макаронная фабрика заведали. Да. Вот. Вы понимаете. Для нас это все так дорого было. Когда ничего не было. У меня сейчас есть спонсор. Я никуда не езжу. Ну я помню да. Вы приходили я помню. Спичек тогда дали там. Уже можете знать не знаете там. Лампочки какие там. А они все у нас еще есть. Да я уже забыл. Я Хромову говорю. Лодки давали. А мы с ним знакомы. 27 лет. Я говорю. Лодки все целые. Да не может быть. Лодки там берут год два. Я говорю. Все целые. Я говорю. А вы помните. Я вам сказал. Когда я говорю о лодке. Мы даем кататься только детям. Раз в неделю. А вы такой вид сделали суров. Да разве можно так. Каждый день чтоб катались. Надо я новые вам дам. И потом я говорю. Полезли в шкаф. Что то там копались. И вытаскиваете плитки шоколада. И денег. И мне в сумку сунули. Вот в эту сумку. Все помните. Я говорю. Это на глазах у меня был. Ой 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 ой. Он вчера охал охал ходил. Не может поверить. Да как вы меня нашли. Я говорю. Бог. Да 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 да. Господь позволил. Вы у меня последние здесь. Вот. Примите ради Христа. Это знаете. Не входит ни во взятку. Тем более. Книги во взятки не относят. Это единственный предмет. Это вашим внукам и правнукам будет. Это новый завет. Ни восточной ни западной церкви не было с откровением. С апокалипсисом толкований. По всем святым отцам. Это не мое толкование. Но моих тут 297 комментариев. Кошмаш. Как это так? Да. Давайте во что у вас? Да нету. Нет еще. Сейчас мы это сделаем. Дорогой Турон. Как я вас ждал. Ага. Вот вы придете. И когда ваши там кто там? Жена, дети посмотрят. Да. И вы тогда скажете. Как они там отзовутся. Так. Сейчас. Упакуем. И вот мы что получили от кого? Чем пользуемся? И каждый раз вспоминаем. Сколько? Сколько? Вообще я даже не мог представить, что вы вот такая у вас деятельность. Да. Я не мог даже представить. И это не под силу даже, ну, писателям, которые всю жизнь этим делом занимаются. И только этим занимаются. А вы же столько это трелопатили. Столько у вас информации всего. Да хоть и тут ссылок-то в каждой книге. Да, да, да. Ссылок на Библию откуда взято? Да, да, да. Откуда взято это все? Бог дает. У меня нет никакого образования, кроме строительного техникума. Как это можно все охватить? Ни понятия не имею. Я сам удивляюсь. Да. Очень сложно. Очень сложно. Видите, как-то я знаю для чего. Ага. Я полюбил Господа, который у нас за меня. Христос. Который дает новую жизнь. Это как бы биография, вот эта книга, которая белая, для Слово Божия нет уст. Она является ключом ко всем книгам. Если у вас будет желание все книги иметь, а даже все мог бы дать. Ой, нет. Ну, дай Бог мне эти просмотреть, хорошо, внимательно. Просмотреть. Через эти книги вы найдете Христа. Как жить надо. У нас, я сегодня давал интервью. Ага. Это интервью у меня будет в интернете. И то, что с вами говорим сейчас, вы будете недели через две уже в интернете. Да. Я всех снимал. Вот смотрите, кто-то у вас пожелает еще иметь. Сейчас дам вам. Вы им дайте. Призовите их к этому нашему сокровищу. Сайт и форум. Все эти книги там на сайте. Все встречи. Я только в АГТУ вел занятие 17 лет. Угу. И Сигнеев у нас очень близкий друг. Это я вам даю. А, ну все понял. Визитки. Да. Интересно? Интересно. Интересно. Очень интересно и очень удивлен я всему тому, что увидел, услышал от вас. Да. И даже не мог представить, что вы вот так вот благодарны, что ли, за ту мелкую, маленькую помощь, которую когда-то мы оказали, о которой уже забыли. Да. И все говорят, а когда это было? Я нашел там Авраама, там предприниматель был. Я говорю, а вы одна же детям дали? Ну дал коробку одну. Ну коробку это по сегодняшним деньгам если взять. С печеньем там с чем-то. Ребятишкам. Ну может быть, я не знаю, рублей триста. А я ему принес сразу там на четыре тысячи сейчас только. Да, да, да. Потому что я несказанно разбогател. Это все люди со всего мира знают, что я делаю и помогали. Это для Бога. Угу. Еще я вам дам один журнальчик. Даже не один. Вот это вот русский дом. Этот журнал называется так. Это для тех, кто любит Россию. Это патриарший журнал. Патриарший Кирилла. Ну и душа. Вот этот журнал. Посмотри, Володя. Душа. И вот русский дом. Вот так поверните-ка ему. Русский дом. Это в Москве. Он так и называется для тех, кто любит Россию. Вот, отчитайте ли все. Это один из журналов. Держите. Вот как. Ой. Первая у меня книга вышла. Это книга стихов. Да? Да, вот эта вот, которая лежит здесь. Вот. Вот это вот у меня симфония на жития святых. На 12 томов. По одному слову можно найти, какого числа краткое житие еще есть. Это тоже впервые вышло. Видите, она книга. И не просто так, кто благословил. По благословению Преосвященной Евтихии, епископа Ишимского Сибирска. По благословению Преосвященного Максима, епископа Барнаульского и Алтайского Московской Патриархии. А первый, от Русской Православной Зарубежной Церкви. Это люди. Тебе не видно, наверное? Сейчас видно. Вот. Вот это вот у меня. Первый, это вопросы и ответы. Которые мне люди задавали. Видите, вопрос и ответ. А по каким темам я отвечаю? Любые. Какие только были. Вот смотрите, я заголовки только покажу сейчас. Первое. Ответы. Вера и жизнь по вере. Второе. Обращение ко Христу. Это уже они по вопросам. Дальше. Христос. Молитва. Крещение. Церковь. Видите, как много здесь. Семья. Проповедь. Смерть. Это тема только какая. О праздниках. Внутренний мир человека. Так. Молитва. Будущее мира. И грядущий суд. Дальше. Вопросы по Священному Писанию. То есть по Библии. Как понимать? Это ведь больше всего здесь. Дети. Ереси секты. Дальше. Литература и искусство. Дальше. О бесах. О природе. Богослужения. Обряды и обычаи. Отношения людей друг к другу. Пища. Различные вопросы. Ну да. Это вот какие вопросы по тематике. Вот открытым оком. Вот это открытым оком. Да. Открытым оком, чтобы на все смотреть. Да. Вот один том. Это мусульманство. Три тома подряд. Это еврейский вопрос. Ага. За 3600 лет, что было сказано в Библии, все надо было идти. Сравнить с Библией. И разбирается их Талмуд. А это их Коран и что было сказано за 1300 лет. Политики, поэты, что говорили, все находится здесь. Так вот, Библия и Коран, они разнятся в своих... Библия, это наш христианский. У евреев Ветхий Завет, это первая часть нашей книги. Библии, Ветхий Завет. А у них это совершенно отдельно, это Коран. Ну, толкование-то разнятся в Библии и Коранах. О, совершенно. Как земля и небо. Как земля и небо, да? У нас везде мир и любовь. Ну, сейчас взрывают Париж, там терракты везде где-то. У христиан этого нет. Враг голодит, накорми его, жаждет напой. У нас совершенно другой подход. Мы верим, что за грехи людей умер Христос. Он умер. Они думают, барана заколол, а на баране в рай поедет. Нет. Мы все грязники, мы все отвечать даже и пойдем в ад. Но за нас умер Христос. И веруя в Него, принимая Его, пуская свою жизнь, я получаю жизнь вечную. У человека только два вопроса должны быть. Первое, родиться заново свыше, то есть переродиться. И жить в Духе Святом для Бога. Что Бог нам говорит? Главное руководство – это Евангелие, которое я дал сейчас. В этом все. Это вторая часть Библии. Тем более с толкованием. Это не секта, это православие, которое Бог нам дал в честь снязя Владимира. Интересно. Ну, я как-то говорю, я когда служил в Морфлоте, МФ, МФ. А сейчас я все оставил, не пишу стихи, дергается охота написать иногда. Дальше. Выступал по радио. Вел занятия в университетах. Издавал книги. Ничего сейчас я этого не делаю. Проповью я говорил – не делаю. У меня МФ – молитва и форум. Молитва и форум, да? У меня это 77-й год идет. У меня три голубятни. Вот представьте сейчас, что я на машине, и мы едем, прячемся где-то. А утром, чтобы в городе быть. Владивосток – порт находка, и прошли до Лиссабона. Все стороны Европы. Прошли Турцию с той стороны. От Черного моря. В Скандинавию, Прибалтику и нынче на севере. Баренцево море и близлежащие районы. Выступить перед ними и сделать подарок. Как вы с собой возили их все? Машину купили, «Газель» специально. А вы на «Газели» ездили? Сначала туда контейнер отправляем. Там около четырех тонн. И потом вот каждый комплект, вот этот полный – это 31 килограмм. Ну, берется 25 экземпляров. Ну, за неделю посетить 25 пунктов надо было. Вот мы ездили когда на восток, там большие пространства. Мы отбой вечером ложились в десять, в два часа ночи подъем. Угу. И уже в пути. В среднем у нас в день выходило тысячу тридцать километров. Все. До Благовещенка, до Китайской границы все обошли везде. Только дарили, дарили и дарили. Чтобы люди были другими. Эти книги имеют особое свойство возрождения. Вот преступник считает, и он видит свою жизнь. И он делается другим. Эти книги, ну, просто они аналога не имеют. Здесь нет ничего моего. Я писал без цензуры. Надо мной ни священника, ни епископа. Я только у Бога все время просил. Господи, дай по правде сказать. Не боясь. Не так делает Путин. Я прямо тут поминаю его. Вот это не так. Вот это и никто против слова не скажет. Почему? Это доказывает. Я факты, тут статистика, количество, уровень жизни. Это же надо откуда-то подчеркнуть все. Я день и ночь работал. Я пятьдесят три года копил этот материал сюда. И за девять лет вот сюда выложил. Кошмар. Ну и прямо это самое. У меня два с половиной часа уходило только на стол. Да. Я старался. Как мог. Больше сделать нет. И что интересно. Вот этот стол приехал человек, делал нам, помогал. И когда книги закончились, то ровно зашли на стол. Ни одной книги не положишь. Ага. Я-то потом только заметил. Это все разные книги. Тут повтора нету. Угу. Вот как. Ну вот какую-то тему только сказал, где основное. Я сразу показываю. Это сказано здесь. Это здесь. Это здесь. Ну то есть. Определенно. Четко. Вот это вот отдельно. Вопросы и ответы. Вот. Отвечают. Допустим. Тогда был митрополитный патриарх. Он берет 60 вопросов. Ему задают. А он отвечает. Я это к себе беру. И на каждый вопрос. Отвечает я отвечаю. А надо было ответить вот так. У него на 60 вопросов только 5 было правильно. подверг. И я это доказываю. И ни один арта не раскроет. Почему. Я отвечаю. Почему он так ответил. Или боялся. Или не знает. Я конкретно это указываю. Угу. Почему именно он так ответил. Вот говорят. А разве Волошин принимал участие в революции. Я стихотворения беру. Это 20 тысяч файлов. 20 тысяч стихотворений. И я из них беру нужные. И вот. Которые да. Вам вставляют туда. И поэтому. А может. Как-то вам воспротивиться. А как-то. Когда его стихотворение. Я указываю. Но тут. Без Евгения Евтушенко. Я бы не сделал. Потому что. Материал. Я у него взял. Откуда взять. У него в общем было. Да нет. Надо найти еще его. Надо знать. У кого. Ну видите как. Я для Бога это все делал. Это очень сложно. Поэтому здесь угождение никому нету. Ни одному человеку. А именно. Как на суде Божьем будет. Бог будет судить нас по Святой Библии. И поэтому. По ней надо жить. Вот сегодня я давал интервью. По ИГИЛ. По ИГИЛ. Исламское государство. Почему там находится Россия. Понимаете. Какие глобальные вопросы. А. Почему сейчас. Турция с ними ведет. Такую связь. Распространяет их. И везут. А что это означает взрывы. Я все это абсолютно показал. На основании Библии. Вот. Понимаете. Вот допустим. Я вам говорю. У меня написано стихотворение. Я сейчас вам показываю. Глядите. Вот. Сейчас я вам покажу. Чтобы показать. Где и как. Вот. Вот я вам пишу стихотворение. У меня все они одинаковые. По 9 куплетов. И напротив каждой строчки. Место Библии. Откуда взята мысль. Место Библии. И его чтобы прочитать. Это стихотворение. И понять. Нужно 36 раз открыть Библию. Угу. То есть они аналога не имеют стихи. В мировой практике. Вы слышали такое. Марк Идалевич. Вот. Старейший павел. Ну как-то я сидели там. В одном месте. Я ему прочитал. Так он аж от меня отшатнулся. Это ваше стихотворение. Нет. У меня ни одного такого нет. Да. Ни одного. Я говорю. Я из Библии. А где вы темы берете? Я говорю. Я готовы беру. У меня есть иконостас. Четкий. И я молюсь. И на молитве бывает. Одну раз строчку запишу. Дальше уже у меня пойдет. Угу. Абсолютно на все. Вот я смотрел окна. Шторка. Написано стихотворение. Российский флаг может быть 10 стихотворений. Это лучший флаг в мире. Угу. Доказано. Он вне конфессиональный. Вне временный. И вне национальный. Это флаг Божий. Я-то легко любому доказываю. Кровь. Это рождается человек. Второе. Каждому задуматься о небе. И белая полоса. Великий белый престол. Это не американские там звездочки. Так вы про ИГИЛТа уже полностью все это самое. А? Интервью давали про ИГИЛТа, да? Да. Сегодня. Сегодня. По скайпу. И сейчас я говорю с вами. В это время у меня идет заказчика. К вечеру он будет уже стоять. Да. В интернете. Ну, 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 ну. Понимаете. Вот скажут. Ну, вы говорите, думайте правильно. Мне думать не надо. Зачем мне думать, когда я беру готовый материал? Ну, вы сейчас сели и думать. А как поворачивать руль? Не надо. Там обдумали, когда ставили-то. Вы знаете. Налево дальше он повернется. А какой свет красный-зеленый. Не надо думать уже в светофоры. Зачем думать-то, когда он уже есть? Думать там, где нету. Так надо думать. А я верующий. Мне Бог сказал. Я еще буду тут колбасить. Только прости, Господи. Мне надо только знать и сказать. Место писания. Видите, как говорится. Глава и стих. Какая книга. Так, а кому вы интервью задавали сегодня? Это преподаватель университета, академии. И ведет занятия еще и в епархии. В Красноярском крае. В Красноярском крае, да? А? В Красноярском крае? Да. Оттуда он на меня вышел сегодня утром. И у меня постоянно беседы в интернете. Выходят люди. Меня поносят. Меня там клеймят. Как угодно. И кто. Православные батюшки. А это никакой роли не играет. Они... Ну просто человек не удержался. Он позавидовал. Я понимаю. А мне еще завидовать у меня ничего нету. У меня ничего вообще нету. Вот на мне что надето. Видите. Посмотрите. Вот валенки. Один такой, другой такой. У меня все разное. Это кто-то подарил мне. Фуражку дали. Шапка. Вот она. Шапка это уже... Она старше меня наверное. Ага. Ага. Я на это нисколько не смотрю. Я когда прихожу, люди ничего этого не видят. Они видят другое. Угу. У него есть вопрос. Этот вопрос будет отвечен. Мне вопросы задают из таких верхов. Чего я сам не знаю даже. И когда ответишь. Так у вас свои мысли-то есть или нет? Я говорю, не нужны они мне мои мысли. Я своими мыслями только запутаюсь. Я говорю, что Бог сказал. Угу. Что сказали святые отцы. Это патрология имени. Это 300 томов. Полкование Библии. Угу. Из них самое нужное. Вот это вот я теперь вставил в эти книги, которые есть. Но знать откуда взять. Ну и дальше кратко даю свою мысль. Что это соответствует еще и вот такому месту. Это соответствует Игнатию Вринчанинову. Соответствует вот такому-то. Не просто я взял и с бухты барахты ляпнул и стоял. А что скажут. А что скажут, меня уже это не касается. Я должен быть выше голов смотреть. Так сказал Бог. Бог сказал. И вопрос закрытый. Нам нельзя спорить. Я никогда не спорю. Я знаю, что спорят, то ничего не знают. А кто знает, тот возвещает истину. Я тебе сказал. Там опасность. Ты не ездишь. А ты поехал. Теперь ты отвечаешь за себя. Но я должен был сказать тебе. Игнатий Петрович, а как у вас лагерь-то сейчас? Он действует? Есть. А зимой еще был? А зимой? Ну а зимой это детский лагерь. Ну кто-то есть там сейчас? Ну а там же деревня у нас строится рядом. Да. Деревня там 500 метров от деревни. Жители живут там? Жители. В деревне, да? Все. В коровом. И там брат живет, он священник. А детский лагерь какие? Кто отдыхает? А дети кто отдыхает? Ну дети-то и бывают свои, которые членов общины. И мы вывешиваем объявления. Угу. Были большие нападки. Очень сильные. Но у меня близкие отношения были с Параскуном Юрием Федоровичем. Знаете? Прокурор края. Да, да, да. И от него комиссия проверяет. Ничего нигде нету. Уголовные дела возбегали против меня. Там детей избивают. Приехали нигде, ничего нету. И которая прокурор была, она, а возьмите моего ребенка в лагерь. Да. Мы стараемся создать 100% защищенность. Не ругательство, не обиды, чтобы мы все перед Богом. И это в ребенка буквально с первого дня вкладывается. С молитвы начинаем. Гимнастика, искупательство, работают там. Поколение должно быть сильное новое. Не такое, чтобы согнулся. Ну да. Запрещено у нас с собой лекарства привозить. Вот приведут больного без разрешения. Это лагерь трудовой. Я их не беру. Ну, упрашивают. Тогда все. Тогда выбросьте лекарства. Да как так? У нее там спиной мозг. Она бледная. Ну правда бледная, вот как этот край книги. Но выезжает, ее не узнаешь. Она уже вот такая вот. Она сияет буквально. А почему? Ну условия. На солнышко не выходить. Потихоньку. На молитве. Там меду есть. Спасики. И, глядишь, ребенок начинает по-другому думать. Другой приехал, не разговаривает ребенок. Он что? Ну у него потрясение было. А отец убил мать на его глазах. Залезал. А ребенку-то было года четыре. И он уже не разговаривает. Он у нас пробыл до осени. И осенью заговорил. А почему? Любовь. Приезжают профессора психологии. Прилетела директор Кэстонского института из Лондона. Как можно в течение одного месяца наркомана сделать трезвого? И вот они живут и выводят. Главный движитель лагеря тире с большой буквы. Любовь. Но любовь не потворственнее. У меня система физического наказания есть. Тут ахают. Приезжают. Там ФСБ было. Краевая прокуратура. Ничего нет. Да зачем вы гусав-то говорите? Я говорю, чтобы знали. А как? Ну материться. Он знает, опять горящий. У меня крапива есть. Я положил крапиву. Проведи губами вот так. Он боится. Ну я его не наказываю. Вышел боится. Плачет, плачет, боюсь. А чего боишься? Материться не боишься. А за слова эти перед Богом отвечать. А я тогда крапива жгуще. Я перед всем строем. Я беру, зубами рву, жую. У меня волдыри ногу. Смотри как надо. Не боюсь. Пошли, так сказать. Воспитать в ребенке японское качество. Канзё. Никогда не стонать. Быть твердым. Вот где что есть самое лучшее в других странах. Я все вмонтировал в свой лагерь. Это люди видят. Это любовь. Не сисюкать. Мы разговариваем с ним как со взрослым человеком. От тебя должна быть защита. У нас вот приезжают люди. Даже краевое управление милиции на Ленинском. Я спрашиваю, кто изобрел мобильный телефон? Ни один не может ответить. Ну хоть один-то, ни один. Я говорю, Мартин Купер. У меня написано, кто изобретатель и дети знают. А кто интернет изобрел? Не знаю. Тим Бернар Сли. У нас записано на стенке. Дети это знают. Кто президент? Кто премьер-министр? Все должны знать. Кто губернатор края? Почему? Мы знаем божественно. И должны знать, где мы живем. И за всех молиться. Вот эти, которые изобрели Тима Татьимофеевна. И президента всех стран тоже знают. А? И президента всех стран знают. Знают. Ну, хотя мы. Всех они не знают. А которых мы знаем. Молимся. Мы за Барака молимся. За Петра Порошенко на Украине. За Рамзана Кадырова. Это мы все знаем. Которых знаем. Мы всех поминаем перед Богом. Чтобы Бог дал им страх Божий. Что им отвечать надо. С начальствующих будет строгое взыскание на суде Божьем. Когда все воскреснут из мертвых. Есть Божий суд на перстнике разврата. Писал Лермонтов. Есть грозный судья. Он ждет. Он недоступен звону. Златые мысли и дела он знает наперед. Это только Бог. И дети должны это знать. И когда ребенок с детства уже настраивается на это. И ему легче тогда. Вот у нас дети которые в лагере были. Они ни разу никто не попадает под дедовщину в армии. Они послушные. Смелые. Сильные. Вот у меня племянник пошел. Его в президентский полк. Исследовали долго. Соседи спрашивали. Но они и должны спрашивать. Ему надо в церковь пойти. Ему там дали какого старшину или кто. Или офицера. Офицер пошел. Он с ним пошел в церковь. Их охраняют. Угу. И пошел. Там и благодарность. Он тогда поехал. Я говорю. Ты найди командира счастья. Дал ему книгу. Отблагодари. Кто тебе помогал. Отблагодари. То есть чувство благодарности вмонтировать. Угу. Вот. Первое послание в Пестонайкинском 5.16 написано. За все благодарите. Вот у меня беда. Большая беда. Ты благодари. Ты не знаешь что за этим будет. Каждый день благодари Бога. Господи слава тебе. Там воюют. Там стреляют. Снайперы. А мы в теплой постельке лежим. Здесь это не будет все время. Здесь будет такой же кровавый баней закончится все во всем мире. И тогда вот садится на земле антихрист. Три с половиной года будет царство. 42 месяца. И конец миру. Мы знаем историю. Я сегодня на это отвечал. И ИГИЛ и ИГО. Они не могут быть другими. Они просчитывали два варианта. Россия пришла так как называется бич божий Путин. Наказать за то что они христиан убивали. Но у них второй вариант был. Когда их начали там гноби давить. Они по всему миру. Турция четыре самолета прислала. А теперь они по всему миру это поднимают. Чтобы весь мир застанал. И сказали дайте правителю когда будет мир. И тогда придет еврей с колена данного. На 42 месяца. Центром мира будет Иерусалим. Центром будет храм Соломона. Третий. То есть мы историю мира знаем из Библии абсолютно точно. Никакие подробности. Какие там средства. ПВО. Это никакой роли не играет. Уже убого разнаряженные события. В порядке идут. Вот книга Даниила говорит. А сначала будет персидское царство. А за ним придет козел. А у козла выйдет рог. А потом рог разводится на четыре части. Это что значит. Александр Македонский придет. Победит того Овентуд. А это козел называется. И когда он умрет четыре царства образуется. Это за сотни лет до его рождения. И когда он проходил через Иерусалим. Его встретили с почетом. И сказали. А тебе говорится. Что ты показан как козел. Все не назови козлом. И тебя обидится. А это означало. Что он очень сильный. Смелый. Ну так и получилось. В 30 лет он отошел. А там дальше его Птоломеев, Пеладей. Все это разделили. Это история наша. История только говорит. Что это образы для нас. Чтобы мы не были походливы на зло. Бог без доказания не оставляет. Уж сталинский режим крепкий был. Гитлера крепкий где. А евреи еще больше силу набрали. Вы хотите быть благословенным. Чтобы у вас все было хорошо. Два условия запомните. Первое. Никогда не хули евреев. Никогда. Ругаются где-то. Да будьте они прокляты. Жиды прокляты. Всю Россию растерзали. Эти обрамовища там рысь. Клубы разные покупают. Ты никогда не присоединяйся. Да так скажешь. Я не спорю. Но это благословенное семя. Библия от них. Коран на еврейской основе. И что бы ни было. Мусульманство. И еврейское. Три мировые религии. Это что-то значит. Ты посмотри какую силу набрали евреи. Вся пресса судебная. Все в их руках. А что делать. Благословлять. Чтобы они нашли Бога. Что вместо Машиаха своего приняли Христа. Да. Я все время много знаю. И последнее благословение. Это десяти. Но ты зарабатываешь сколько? Десять тысяч. Одна тысяча тебе не принадлежит. Ты заработал девять. Но Бог приложил десятую. Чтобы ты ее отдал в священство. Она тебе не принадлежит. А я не отдам. Вор. Господь говорит. Вы обкрадываете меня проклятием. Вы прокляты. Книга порока Малахи. То есть заработал ты тысячу рублей. Тысячу. Сотня тебе не принадлежит. Она вообще с тобой не заработана. Ее Бог тебе приложил. А ты даже не знаешь. Отдай ее. Вот меня говорят. Ну а как это? Почему я не рассуждаю, а ты рассуждаешь? Я в это время работал на море. Учился в высшем мореходном училище. И в это время Господь меня привел в Библию. Я с первого дня решил. А я буду платить девять десятин. Из тысячи девятьсот я буду отдавать. Я прожил всю жизнь в этом накале. Вот у меня такой вопрос. Вот на паломничество едут со всего мира. Едут, да? Не надо этого делать. Не надо этого делать. Не надо. И почему у меня все время вопрос в голове возникает. Едут на паломничество, как бы поклониться там и прочее. И гибнут там. Сотни гибнут. Не надо, еще раз говорю. Надо идти к больным. Господь говорит. Суд Божий будет. Я спрошу. Напоили меня? Накормили меня? Посетили в темнице? Больной был. Посетили. А где мы видели тебя? Вот лежит больной. Посети его. Не спрашивая его вери, ничего. Он нуждается в этом. Человек нуждается. Вы почему ко мне на помощь пришли? Вы даже не знаете, что в этой годы вы хранимые Богом были. За вас сколько людей молилось? За всех, кто нам помогал. Дети-то не мои. Из вашего что вы дали? Мне ни одна копейка, ни один грамм в рот не попал зряшим. Нигде это любой подтвердить. Но это наше общее дело, это наша страна. Вот говорят, национальная идея должна быть. Сейчас нет ее. Как-то Конгресс интеллигенции тот был. Я говорю, есть. Вы просто может не знаете. А какая? Я говорю, дети воспитанные во Христе. Тогда не будет взяточников, не будет милиции оборотнев, не будет депутатов-коррупционеров. Ничего этого не будет. Почему? Потому что я верю, что суд Божий будет. И поэтому судить надо по правде. Помогать нуждающемуся, вдове, сироте. Это все отображено в книгах. Как это сегодня сделать? Это называется экстраполяция событий из того времени, тысячелетних. Перенести к себе сюда в наше время и применить лично к себе. Вот в этом есть смысл. Эти книги, они каждому человеку, где бы ты ни читал, ты обязательно увидишь, что это про тебя написано. Ты даже оборачивать все будешь. А как он про меня узнал? Я ничего не знаю. Я беру живое слово. Смотрите. Кровь Иисуса Христа ощущает нас от всякого греха. Это Христос. На Голгофе. За меня. Именно мой грех его распял. Вот это надо усвоить. Ой, интересно. Ой, интересно. Ну, интересно? Очень интересно. Так. Еще раз посмотрите. Ну ладно. Такое сокровище. Это действительно сокровище. Много очень вопросов и даже в голове все вот так крутится. А вы знаете, у вас скайп есть? Скайп есть? Вы уходи на меня. Да? Да, конечно. В mail.ru Игнатий Латкин. Или позвоните, если возьмете латинский бак Игнатий и вплотную десяткой. В скайп. Я вас сразу приму. И какие вопросы заранее приготовьте. Мы побеседуем. Я вам отвечаю согласно Слову Божию. Угу. Мы тоже так рассуждаем с товарищами. Встречаемся. Время-то такое, очень сложное. Да. И говорим, не дай бог война случится. Не дай бог, чтобы переросли все вот эти отношения Запада, Америки к нам не переросли в войну. Но вот опасения же есть. Да, будет война. Москва будет сожженная вся. Вот поэтому у меня и вопрос. Действительно будет война. Будет. Библия говорит об этом. Библия говорит об этом. Третий час. Они говорят 6 миллиардов ненужних и таков будет уничтожена. Ни 6 миллиардов, ни больше двух. Двух с половиной. Людей будет уничтожено? Третья часть. Третьей состо Третья часть, да? Третья часть. Библия сказала все. Не меньше, не больше. третий час людей будет уничтожен а можно как-то никакой политик ничего не сделают а вот путин молодец крыма был отхватил крым никогда не был украинском себя был русским это хрущев по дурости своей отмахнул его длине петровне не надо обвинять его весь народ пожелала но то что в донбассе вот это делает это никуда не годится почему мы еще не отдали ну и мы то есть я имею вду русские то вы хотели там их хлеба тут присоединить это было и никогда не будет и очень хорошо относятся лукашенко я его считаю одним из лучших руководителей нынче в современном обществе вот политиком от его благодарность я даже получил и вот он говорит никто не будет согласен с тем что часть территории его это прямо путину говорит хотя отношения хорошие да вот они пожелали но мало что они пожелали так не делается никогда в мире не было чтобы территорию государства добровольно отдавала где-то его территории исконная но надо согласие с народом у меня есть стихотворение такое отдайте шикотан и келлинксберг отдайте крилигсберг-ка отдайте пока не поздно что во время буря и штормов за борт рубили мачту не тараном спасли россию ясностью умов от меня 80х тыквов Brendi написано что во время буры штормов за борт рубили мачты не тараном спасли россию и ясностью умов отдать шикотана трясущий Японии. Борис Николаевич Ельцин говорит мне, у него Коржаков был, звонил тогда, говорит, ну я не решился отдать. Почему не решился-то? Он всегда исконный японский остров. Ну война прошла, впереди Илюлия, Германия соединилась, Кёнигсберг, где-то не попадешь туда через Детву. Да дайте его на место, зачем она вам нужна-то? Такой территории ни у кого нет, она будет отнята, а Россия будет вся расширенена. Это несправедливо. Вот собираются, представьте, ну комитет 300, слышали такое? Так а что, Запад Америка, она, ну, укрепит свое мировое господство? До времени, до времени. Ну ведь предсказатели, вот Ностердамус и прочие говорили. Никаких двух годов не назначается, но мы знаем, что все, на всем мире границ не будет, не только Шенгенская зона, вообще не будет границ, и ни денежной системы не будет. Это абсолютно точно. Вот будет чип 666 или на лоб. Ну что это будет? Сегодня уже это известно. Каждый будет на учете, где бы ты ни шел, тебя везде будут фиксировать, показывать. Правителей никто не будет видеть. Один из лучших правителей, не обижайте, я сейчас скажу, в России, это Рамзан Кадыров. Где бы что ни случилось, он сам надел фуражку «Испектор» и поехал проверять, как работает ДСП. Что это? Везде. Я вообще рад, как я смотрел его. Останавливают, те подходят. Так, ученик другого побил, все запиксирует. Он идет в школу и начинает дальше. Он говорит по-своему, а дикта там немножко это разбавляет. Один там что-то коррупционер или что-то взял, тут же немедленно арестовать, и тут же милиция стоит, и он мгновенно тут взял. Тот сидит милиционер, майор или что-то, заснул, так встать, совещание ведет, уволен. Он работает, и у него как одета жена, как дети, посмотрите. Она не ходит с голым пупком. Они целомудренные дети, как женщины. Он хозяин в доме, он хозяин своей страны. Я нигде не видел по стране проехали, чтобы в честь Путина были какие-то улицы, а у него главный проспект имени Путина. И он не боится этого, а так нигде нету, ну и что нету. А ты воевал в начале войны, бил наш, бил, потому что весь народ там был. Вы поменяли, я поменял ее политику. Он не боится ответить. Ну понятно, ладно. Может что-то с вашим не сойдется? Я на это не должен смотреть, я должен сказать. Я не призываю, я просто... Нет, я просто говорю, что очень интересно с вами беседовать, и очень много вы знаете, и по-особому судите о всем, без исключения. О жизни, о народе. Вот. Ну, интересно. Ну, меня, видите, главная мысль. Христа познали, чтобы уверовали. Тогда будет все по-другому. И поэтому все страдания, лишения мы должны принять в благодарности. Мы это заслужили, Господи. И крест дает Бог каждому по силам. Ты говоришь, что у меня была любимая дочь, а рядом живет такая скверная. Почему шофер ехал, сбил именно мою дочь? Это у этого, у Распутина, кажется. Или у этого. Рядом он там был, Остапер. Не можем ответить. Бог знает. И Бог допустил такую великую скорбь в семье. Почему? А ты не знаешь, кем бы она была дальше. Ну ладно, спасибо. Все, береги с вами. Спасибо. Слава Христу. Да, слава Христу. Хорошо, что вы приехали, Игорь Михайлович. Ну как не приехали? Я еще покажу нашу молитву. Вот, видите, какая. Защити Родину нашу, Господи, от нашествия иноплеменников. Это первое, что мы молимся. Видите, какой это из этого. От внутренних расприй. От беззакония, которые втайне. Останови делающих зло. Это мы считаем каждое воскресенье молитву. Просвети правители страны нашей, чтобы принимали мудрые законы. И всех начальствующих также просветить и защити. Ну-ка, считай дальше. Людей, не познавших тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат тебе, как должно, пусть покаются в небрежности, в небрежении своем. Проповедуют смело и на славным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды твои над Россией за то, что оставили тебя и слово твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Йогова, Дух Святой. Да наставит нас на призвать никаких иных богов. Вопия. Вопия. Вопия, Ава Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды и правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Здорово. Здорово. Мы помним о правителях, о священниках, о домашних. Вот все должно стоять на своем месте, а ты в это должен влиться. Тогда это объединяет нас. Молодцы. Молодцы. Так, подождите-ка. Я хотел вам показать. Показать. Так, Владя, подожди меня маленько. Так, посмотрите, что у нас тут есть. Иконы, Евангелие. Мы каждый раз подходим. У нас с тарелкой они ходят, свечи не ставят. А батюшка ставит сколько надо. Видите, свечи зажигаются и все. Это вот алтарь. Так, заходить нет, а посмотреть можно. Посмотрите, Машка все перекрытое. Вот к нам приезжал недавно митрополит в Барнаульске. Сейчас Сергий, который Максим в Потеряевку. Там со священниками, с семинаристами, с певцами. Там у нас служат. Там нас ничего не разделяет. Мы вместе. А вы церковь посещаете, бываете? В церковь ходите иногда? А как же. Вот у нас церковь и есть. Нет. Вообще, когда батюшки среди недели нет, тогда идут в церковь. Да? Да. У нас ничего не разделяет. Ну, зачем он приезжал, митрополит-то? Да, да, да. Это все в интернете вы увидите. Как у нас идет служба, потом обед, беседы. Он меня просит сказать проповедь в храме. Я в то время говорю при нем, при епископе. Он сейчас митрополит. Это Бог так делает. Несмотря на то, что есть люди, которые желают неприятностей сделать. Это никакой роли не играет. Это наш крест. Мы должны нести с благодарением. За скорби, за болезни, за все Бога благодарить. И тебе на душе будет так легко. Это помогает бороться даже с болезнями, врачи говорят. А когда человек кощужился, каждое утро просторку возьми, святой воды. Это все благоприятно влияет. Люди говорят там, разная энергетика. Это глупости. Бог. Живой Бог, который живую молитву слышит и отвечает. Я вас искал. Вы не просто появились. Это ответ Божий. Я вас искал. Представьте, вы даже забыли, когда там был. Да, да, да. Я уже забыл, конечно. Даже этому конца нет, сколько было. Фабрика-то работает. Я удивился. Фабрика работает, но я там не работаю. Я знаю, что вы не работаете. Я помню, вы, кажется, в законодательном собрании депутатом были. Да. Ну, видите, я слежу за вами маленько. Ну, было такое. Вот так. Интересно, интересно. А к вам приходит полиция-то? Окрестности нет. У нас очень строго это. Да. У нас только когда мы узнаем человека, это на занятиях где-то, проверяем его. Кто он такой. Бывает домой, сходим на работу. Свои только приходят. Как свои любые. Отовсюду. Человек бывает совершенно никакой. Я вот только в местной тюрьме 17 лет работал. Помогал. Ну, как? Нет, ну, а кто здесь-то молится? Наши люди, которые на занятиях пришли, на занятиях университета, покаялись. Дело-то вообще нонсенс буквально. А ваши люди? Что значит ваши люди? Ну, которые в общем приняты. Приняты, приняли крещение. Крещение у нас не за деньги, это не разрешается. У нас ни за что не платят, ни за крещение, нигде этого нет. Десятина. Вот деньги. Добровольное пожертвование. Желаешь, положи. Все. Развернулся. У нас не ходят ни с тарелкой, ничего этого нет. Отдельно с детьми занимаются. Служба идет. Вот. Иконы. И чтобы иконы вот так было написано из Библии, это вы здесь не найдете в Баруле. А у нас так. Это такие же иконы. Серафим Саровский. Видите как. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. А они этого люди не знают. А я молился. А по Библии ли ты молился? А дальше вот. Библия глазами детей. Библия на первом месте. Христос и Библия. Два слова. А тогда на все остальное идет как. Да. Ну. Как-то в последнее время приехал Баварин здесь. Посмотрел на все. Поделился как много сделали. Здесь все. Бухгалтерия тут было, что мы где-то дверь тут прорезали. Он очень расположен был к нам. Вот за 11 дней до смерти я был в Краевой городской администрации. И Владимир Николаевич, он же ходил в десятку лучших мэров России. И в какой-то у него там с какой-то области. А я думаю, знаете кто это? Да это же... А как кто знает? Не знаю. Он говорит, да он говорит, Камулу построил. Но меня говорит. Да, да, да. Камулу построил, а мы ведь не могли. Ну вот видите, я вам показываю конкретно. Это мой брат Протеирей. Отец Аким. Видите как. Это он же, да? А, это он. Это с детьми. Видите, какие фотографии. Священство. Это у нас еписка был. Это наш дом. Баварина вы видели. Видите как. Это вот я веду занятия в университете. Вот это вот, это Евсигнеев вот. А, Евсигнеев. Это я в Америке был, митрополит Виталий. Это у нас была группа глухонимых. Это Вагу я вел занятия. Вот крещение идет. Они в воду все сходят, полное погружение. Вот три священника и тут съемка фильма идет. Фильмы государственные. Это тогда не было видео. И один фильм занял первое место на международном киноконкурсе, а второй первое место в России. Ну что? Да, мощно. Круто говорит, да? Это круто. Ну вот так. Так, выходим. Круто. Это у меня остатки. Какие продукты в лагерь увозят. Да? Вот там. Молодя, все тут золото ставить. Золото нельзя ставить никогда. Выносите ее. Ну что? Ну давайте шапочку. Сейчас мы поможем. Вот. Давайте я подержу. Ну, идейте. Да, поможем же крылор подешкует. Придете, своими расскажете. Смотрите авторозный у вас в Ютуб. Ютуб, Ютуб. Здравствуйте, канал. Видео, канал. Вы мне звоните. Телефон на паёте. Телефон на паёте. Телефон на паёте, да. Вы все чувствуете. Вы каждую страницу открываете. И уже знаете, где чего написано. И столько томов. И все. Как бы у вас в голове, в памяти. Это очень даже интересно. А вот смотрите, как дом-то. Переехал, Баварин дал. Такое место. Я говорил, а какое? Я говорю, такое, чтобы сухо было. И недалеко от центра. Папа там догорать. А вон край дома, видать, это краевой суть, где меня судили. И напротив, это чтобы я не забывался. Судили. А там уже тюрьма. А там, я говорю, нет, туда нет. Ну ладно, Тихонович, давайте. Спасибо. Ради Господь. Если можно, я приведу одного человека. У меня товарищ такой, это, интересный. И хотелось бы, чтобы вы с ним поговорили. Вы вот эту, для слова Божия, не тут посчитайте сначала. Только после этого встретимся. Да? А он тогда вопросов меньше задаст. Вы когда он просчитает, он увидит все. Вот. Он очень много работает. Тоже у него нет образования. Он простой фермер, он на селе. В Топчихинском районе, кстати, живет. Ага. Какая фамилия? Шро. Шро есть такой, да. Вот. И интересно бы ему с вами пообщаться. Вот, во всех этих делах, да. Ну ладно. Вот смотрите. Пример какой собаки, сколько было здесь. А вот она с мясокомбинатом, где приносят, я их всех прикормил. Они никого не трогают, естественно, еще такие ласковые, хорошие. Да, да, да. Собака. Собака. Ладно, до свидания. А у нас все, гулаг его, конечно, человек обозвит. Спасибо, до свидания. С Богом. Я прошу прощения. Сейчас у меня нет возможности вас отблагодарить чем-то. Ну ладно, перестаньте. Вы тут все. Да, да, да. С Богом. Благослови Господа. До свидания нашей тракой. Заходи. Угу. Видите, как Господь делает? Никогда бы не думал, что я найду. Господь помог. И через кого? Это ремни, которые были, а она портили деревья. Так, давай в него аппарат. Пищать не можешь.